Гражданин Индии Ашиша Дубея предстал перед судом по обвинению в совершении 11 эпизодов мошенничества и злостном уклонении от уплаток долгов. Иностранец под разными предлогами убеждал граждан в необходимости передачи ему денежных средств. Уголовное дело в отношении гражданина Республики Индия возбуждено главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан 18 июня 2014 года. 2 июля Вахевским судом Казани в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый прибыл в Казань в 2004 году для обучения в медицинском университете. Однако год спустя он был отчислен за неуспеваемость. Более того, в 2007 году он был осужден за кражу своих же соотечественников. В 2011 году обвиняемый открыл посредническую фирму по поставке зерна на одно из татарстанских предприятий. Деньги за продукцию перечислялись на счета его фирмы, и в результате чего двое поставщиков сырья не получили оплату за поставленный товар. Обвиняемый брался оказывать различные услуги, которые хорошо оплачивались. Например, обещал одной из потерпевших вернуть водительское удострение, изъятое из управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но он не выполнил свое обещание. Девушка лишилась денег, не получив водительских прав. Еще двум казанцам причинен ущерб под предлогом поставки машин класса «Люкс» за стоимость ниже рыночной. Также он предложил знакомым поставить редкий сорт черного мрамора из Индии. Для реализации этого проекта с потерпевшим был организован совместный бизнес с равноценными вложениями обеих сторон. Кроме этого, одному из знакомых он предложил купить за полтора миллиона рублей однокомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров в элитном доме на Меридианной, которая в действительности была выставлена по цене 16 миллионов рублей. Предлагает тему по квартире, которую, якобы, ему должны были подарить. Квартира была, в принципе, предназначена для него за стоимость полтора миллиона рублей. Говорит о том, что у него сейчас наличных денег нет. Не хотел бы, например, себе, да, у нас же там намечается мероприятие по мрамору, что с чего потом рассчитаемся. Ну, как бы, я ничего не подозреваю, вроде как бы, да. Он представлялся непосредственно серьезным человеком. Никаких, скажем так, подозрений в том, что меня как бы обманывают. Не было, деньги были переданы. Ну и все. То есть человек, скажем так, завтра-завтра, послезавтра понял, что это все ложь, обман, меня обманули. После этого было сформировано заявление, то есть начали работать оперативники очень серьезно. Вот выяснилось, что, оказывается, это мошенник. Таким образом зарабатывают здесь, в России, деньги уже не первый год. На сегодняшний день потерпевшему по делу признаны 11 человек, которым в общей сложности причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей. Следствие по уголовному делу длилось 17 месяцев. Объем доказательной базы составил 18 томов. В ходе расследования обвиняемый признал вину частично и в добровольном порядке возместил порядка 2,5 миллионов рублей ущерба. В настоящее время все материалы переданы в суд.